Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе мы приготовим необычные бисквитные пирожные санет или печенье. Когда-то это пирожное мы покупали в магазине, сегодня приготовим его дома. У него есть несколько достоинств. Это доступность всех продуктов, простота приготовления, внешний вид такой аппетитный и, конечно же, вкус. Само пирожное тяжелое, такое плотное, сладкое, с приятной кислинкой. В первую очередь готовлю тесто для коржей. В миску переливаю яйца комнатной температуры. Добавляю сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбиваю миксером на высокой или максимальной скорости примерно 3 минуты. До пышности. Теперь перекладываю сюда сливочное масло комнатной температуры и взбиваю еще 2 минуты. Масса не станет однородной, но в любом случае ее нужно хорошо взбить. Просеянную пшеничную муку смешиваю с разрыхлителем. Всыпаю в масляную яичную смесь. Немного перемешиваю лопаткой, а потом миксером на минимальной скорости. Только до однородности для соединения ингредиентов. Ну вот, тесто готово. Заранее я подготовила 3 отреза пергаментной бумаги. Размер соответствует моему противню. Он стандартный 30 на 40 сантиметров. Теперь беру один отрез. На него выкладываю тесто. Примерно 4 столовых ложки. И разравниваю. Тесто очень мягкое и разравнивать совсем несложно. У меня шпатель. Можно ложкой или лопаткой. Старайтесь, чтобы слой теста был одинаковым и в центре, и по краям. Переношу на противень и убираю в разогретую духовку. При 180 градусах пеку 8-10 минут. Уровень в духовке выше среднего. Корж лишь слегка зарумянится по краям. Не пересушите. Еще горячим делю его на 2 половины. Одну сразу же смазываю вареной сгущенкой. Удобно маленькой чайной ложкой. Сгущенку варю сама примерно 2-2,5 часа. Главное следить, чтобы вода в кастрюле не выкипала. Сверху кладу вторую половину. Коржи более кексовые, поэтому эластичные и с ними удобно работать. Этот корж смазываю смородиновым вареньем. У меня была протертая смородина с сахаром в морозилке. Я ее разморозила, довела до кипения и протерла через сито. Так получилось варенье. Можно брать любое, не только смородиновое. Главное, чтобы с кислинкой. Противень откладываю в сторону. Беру второй отрез бумаги и также размазываю тесто. У меня будет 3 тонких коржа. Но если постараться, можно растянуть тесто и на 3,5. Снова делю на 2,5 и также один смазываю сгущенкой, а второй вареньем. Укладывать коржи нужно по-разному. Срезом в одну сторону, потом в другую, чтобы тортик был ровным. Смазывать нужно еще горячие коржи. И последний корж. Одну половину смазываю сгущенкой, а вторую оставляю несмазанной. Вот такой получился мини-тортик. На приготовление теста и выпечку, и смазывание у меня ушло примерно 1,5 часа. Это при том, что я не торопилась. Переворачиваю торт на другую сторону. Заматываю в бумагу. Перекладываю на доску. И даю ему где-то час-полтора пропитаться. Теперь подравниваю края. Перекладываю на доску. И убираю в холодильник. А пока можно приготовить глазурь. В ковшике соединяю шоколад и сливочное масло. В импульсном режиме нагреваю до однородности. Немного прогрела. Убираю с плиты и размешиваю. Снова нагреваю. Готовую глазурь выливаю сверху на тортик. И разравниваю. Убираю в холодильник для застывания. Когда глазурь застынет, разрезаю на порционные пирожные. Или печенье. Как хотите. Хранить санатки нужно в холодильнике в закрытой посуде. На следующий день вкус станет ярче и насыщенней. И с каждым днем они будут становиться все вкуснее. Оно такое плотненькое, сытное. Один кусочек, ну максимум два, за раз больше не съешь. Можно прослаивать только сгущенкой. Или просто варенье. Можно комбинировать два вкуса варенья. С глазурью намного вкуснее. Но можно и без глазури. У меня все. С нетерпением буду ждать ваши впечатления. Готовьте. Удачной вам выпечки. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok